Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade. И сегодня мы с вами будем делать сетевой диск из microSD флешки, который будет работать как через Wi-Fi, так и по кабелю. Поехали! А спонсором сегодняшнего видео будет компания GLCPCB. Именно с их помощью я смог изготовить печатные платы. Эта компания имеет многолетний стаж и делает действительно классные платы. А теперь рассмотрим схему устройства. В целом здесь все довольно просто. Используется ESP12F, она же 12E, со всей необходимой обвязкой. Это несколько резисторов, а также кнопки, которые необходимы для перепрошивки ESP8266. Слот для подключения microSD карты, стабилизатор напряжения и несколько коннекторов. Также коннектор для подключения аккумулятора и выключатель. Вот в принципе и вся обвязка. Причем стабилизатор напряжения абсолютно не обязательно устанавливать. Он нужен только в том случае, если вы будете питать устройство от аккумулятора. В результате у меня получилась вот такая печатная плата. При желании ее можно было бы сделать еще меньше. Но я уже не стал с этим заморачиваться. Следующим шагом переходим на сайт GLCPCB для того, чтобы заказать печатные платы. Итак, друзья, ко мне сегодня пришли две огромные посылки. И обе посылки от GLCPCB. Это компания, которая изготавливает печатные платы. А вам тоже интересно узнать, что же там было внутри. Тогда обязательно подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Потому что в одном из следующих видео я буду разбираться, что же за интересный проект находится внутри. Действительно, качественный проект не обойдется без печатных плат. Сегодня ко мне пришли новые печатные платы. И мне уже не терпится их раскрыть. О да, вы только посмотрите. И посмотрите на эти печатные платы. Я заказывал печатные платы с установкой компонентов. Вы посмотрите на эти ряды светодиодов. Как их здесь много. Вы представьте себе, если бы вы все это впаивали самостоятельно, вручную, в каждую деталь. Вы бы смогли все это впаять настолько же ровно и настолько же сделать все это профессионально. Ну, может быть бы и получилось, но нужно было бы потратить очень много сил. Что это за устройство, мы будем рассматривать в дальнейшем. Так что не пропускайте новые видео. И подарочек от GLCPCB. Это вот такой вот брелок. Здорово. Так, и здесь еще несколько плат. Вот эти платы идут дополнительно к вот этим платам. Это один комплект. Только здесь немножко другое расположение компонентов. И все же мне здесь придется некоторые светодиоды впаивать вручную. То еще и удовольствие. Это все один проект. И его мы рассмотрим в следующем видео. Я впервые попробовал платы желтого цвета. Выглядят они довольно неплохо. Наверное, желтый цвет я тоже буду заказывать, потому что выглядят они очень необычно. Этот проект мы будем собирать сегодня. Так что рассмотрите дальше, что это такое и что из этого получится. И вот платы по большим еще одного проекта. Я на него жду все необходимые компоненты. Они в пути. И я надеюсь, что они придут как можно быстро, чтобы можно было сделать этот проект. Как вы думаете, что же это такое может быть? Есть у вас догадки? Все эти печатные платы предоставила компания GLCPCB. Это, наверное, один из лучших изготовителей печатных плат. И они имеют широкий спектр услуг, как изготовление просто печатных плат, так и установка компонентов, а также изготовление трафарета для удобной пайки. Качество изготовления печатных плат на высочайшем уровне. И мне уже не терпится собрать эти устройства и попробовать их в работе. Приступаем к сборке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В результате у меня получилось вот такое устройство. Оно несложное и тут чего-то такого особенного нет. Установлено ESP, конденсаторы, резисторы, то что нужно в обвязке. Кнопка для сброса, кнопка для перепрошивки. И выключатель на случай, если будет работа идти от аккумулятора. С обратной стороны установлен стабилизатор напряжения, а также гнездо для подключения microSD флешки. Здорово, очень компактно получилось. Я взял первую попавшуюся microSD флешку, она на 1 гигабайт и мы ее сюда вставляем. Для теста я запитаю от вот такого литий-ионного аккумулятора. Все необходимое программное обеспечение уже есть, создано и не нужно ничего нового писать. Достаточно просто скачать необходимый код необходимой библиотеки и залить их на ESP. Следующим шагом нам нужно перейти на GitHub и скачать все необходимые библиотеки. Все ссылки вы найдете в описании под видео. Итак, нам нужно в первую очередь скачать вот эту библиотеку ESP WebDAW. Итак, скачиваете, а также рекомендую вам почитать описание. Очень важно то, что данная библиотека работает только с версией ядра 2.4. Также необходимо установить библиотеку SDFight Library. Если вы этого не сделаете, не установите нужное ядро и не установите в эту библиотеку, то у вас будут ошибки и код не получится скомпилировать. Переходим в инструменты, плата и нужно выбрать Generic ESP8266 модуль. Здесь в принципе ничего менять не нужно, оставляем без изменений. Также выбираем порт, к которому подключен USB-TL конвертер. Файл, примеры и ищем нашу библиотеку, которую мы только что установили. Вот она ESP WebDAW Master и выбираем пример Simple. В этом примере тоже в принципе ничего не нужно менять, только нужно указать логин и пароль от вашей Wi-Fi сети, потому что именно к вашей Wi-Fi сети это устройство будет подключаться в виде сетевого диска. Дальше по коду в принципе ничего не нужно менять. Это тестовый скетч и мы его сейчас прошьем. Подключаем USB-TL конвертер для программирования. Что дальше мы делаем? Мы нажимаем кнопку прошивки и нажимаем Reset. Кнопку прошивки можно отпустить. После этого ESP8266 переходит в режим прошивки и можно этот скетч прошить. Главное не забудьте указать логин и пароль от вашей Wi-Fi сети. Идет прошивка. Прошивка завершена. Теперь нажимаем сброс. И ESP8266 стартовал в обычном своем режиме. Что нам нужно делать? Нам нужно открыть монитор порта. И кстати, да, наверное еще раз сделаем сброс. Для того, чтобы увидеть все настройки. Подключено у меня к моей Wi-Fi сети. Этот IP адрес нужно обязательно запомнить. Потому что по этому IP адресу мы сейчас будем подключаться. Переходим обратно на GitHub. И смотрим вот эту вот ссылку. Мы ее полностью копируем. Дальше переходим в мой компьютер. Подключить сетевой диск. Вставляем сюда эту ссылку. И вместо вот этого текста вставляем IP адрес, который у нас получила наша ESP8266. Итак, копируем. И здесь мы его вставляем. Нажимаем готово. Попытка подключения. И здесь мы сразу же видим то, что у меня уже есть на флешке. Это небольшой видеоролик, а также картинка. Я могу это закрыть, конечно. Нажму обновить. Из минусов почему-то показывается размер диска и его заполненность такая же, как у моего диска C. Поэтому вам нужно примерно ориентироваться, сколько вы туда закинули и сколько места осталось. Потому что здесь показывается нереальный его размер и нереальное свободное место. Итак, открываем наш сетевой диск. И мы видим здесь уже некоторое содержимое, которое я сюда закидывал. Это некоторые фотографии и видео. Если сейчас попытаюсь открыть, то оно откроется быстро, потому что оно будет открываться из локального кэша, а не из самого внешнего диска. Поэтому попробуем что сделать. Возьмем просто файл, переименуем. То есть возьмем несколько... Удалим букв и откроем его. И смотрите, открывается моментально. Это у нас... Сейчас немножко уменьшу. Файл размерами в 40 килобайт. Этот файл побольше. Он размерами 3 мегабайта. Если его сейчас запущу, он будет открываться довольно долго. Давайте попробуем сюда перекинуть какой-нибудь файл. Вот, например, вот этот. Картинку перекинем. Чтобы примерно увидеть скорость, с которой перекидывается файл. Этот файл, кстати, размерами 3,2 мегабайта. И мы сейчас увидим, с какой скоростью перекидывается файл размером 3,2 мегабайта. Для этого запустим таймер. И... Старт. И так, стоп. Для того, чтобы перекинуть файл размерами 3,2 мегабайта, ушло чуть меньше 30 секунд. Теперь давайте попробуем сделать это устройство полностью автономным. Для этого в качестве питания подключим вот такой маленький аккумулятор. И посмотрим, какое получится у нас маленькое автономное устройство. Итак, все готово. Все спаяно. Теперь у нас устройство полностью стало автономным. То есть, по сути, мы сейчас сделали сетевой диск. Причем полностью автономный, на который можно закинуть какую-то необходимую информацию. Но мы еще немного его модифицируем и добавим одну интересную функцию. А именно, мы сделаем возможность подключения этой флешки к каким-либо устройствам. И при этом иметь доступ по Wi-Fi. Для этих целей нам понадобится небольшой картридер. Он будет выступать роль переходника, для того, чтобы можно было подключиться к какому-то другому устройству. Также нам понадобятся провода. Первым делом нам нужно разобрать картридер. Он разбирается обычно легко и проблем не должно быть. Теперь нам нужно взять наше устройство и нам нужно кабелем подсоединиться к вот этим вот контактам. Здесь на изображении хорошо представлено, каким контактам нужно подключаться. То есть, этот контакт должен подключаться к вот этому, этот к вот этому и так далее. Все по своим цветам. В результате у вас должно получиться что-то вроде этого. Теперь аккуратно собираем все это вместе. Главное, чтобы не увеличилась толщина, потому что провода могут быть толстыми и могут мешать закрываться крышки. В моем случае крышка закрывается, но некоторое утолщение все же есть. Следующее, что нужно сделать, это нужно припаяться к вот этой гребеночке. Итак, все готово. Все припаялось. Теперь необходимо прошить немножко другой скетч. Для этого переходим в файл, примеры и выбираем принтер 3D. В этом скетче ничего менять не нужно. Единственное, только нужно указать ваш логин и пароль от Wi-Fi. И прошиваем этот скетч. Итак, прошивка у нас прошла. Перезагружаем ESP. И теперь пробуем подключаться с компьютера. Идет обновление данных, которое у них всегда идет быстро. Кстати, при подключении компьютера, точнее говоря, когда компьютер подключается к ESP, то идет сигнализация при помощи светодиода. И вот наш сетевой диск проинициализировался. Мы его открываем. Все данные обновились. И попробуем открыть файл весом 3,2 МБ с нашей внешней microSD флешки. И он отлично быстро открывается. На удивление, может этот файл. Так, а вот этот как раз таки у нас в кэше не находится. Поэтому он сейчас загружается долго. И на его загрузку уйдет некоторое время. Вплоть до одной минуты. А нет, быстро загрузилось. Все. Отлично. Итак, вот мой 3D принтер. С этой стороны у нас установлена SD карта. Мы ее можем сейчас вытянуть и включаем. Вот он у нас запускается. Говорит, готово. Она говорит, что у нас принт. Ага, нет SD карты. Окей. Давайте попробуем. Сейчас здесь все включено. Мы попробуем выключить. И посмотрим, будет ли это устройство работать, если будет питаться напрямую от SD порта. Так как она здесь у нас вставляется. Кажется, вот так, вверх ногами. Да. Есть мигнова. Ну-ка, что у нас дальше будет. Так, а ну-ка. SD карта вставлена. Пишет. И у нас ESP8266 начинает мигать, сигнализируя о том, что работа идет с флешкой. Переходим в печать. Но у нас здесь нету ни одного доступного файла для печати. Давайте попробуем какой-нибудь файлик перекинуть. Кстати, то, что похоже, компьютер подключился. Давайте попробуем какой-нибудь файлик перекинуть и что-нибудь запустить на печать. Итак, наша флешка открыта. И давайте что-нибудь туда перекинем. Вот, например, у меня здесь есть несколько файлов готовых для печати. Давайте вот этот перекинем. Как видите, он перекинулся без проблем. Давайте перейдем к принтеру и посмотрим, что там. Так, а здесь я вернулся в главное меню. Говорит о том, что SD карта установлена. Вот наш ESP-8266 здесь стоит. Нажимаем на печать. Мигает весело огоньком и видит нашу модель педопечати. Нажимаем на нее. Ну и попробуем ее напечатать. Только давайте я попробую другим способом сначала. Вот так сделаем. Для того, чтобы пошла печать. Подождем немножко. Ну, так или иначе, идет чтение. Чтение с флешки. И теперь мы сделали наш 3D принтер доступным по Wi-Fi. И теперь на него, через Wi-Fi, можно закидывать все файлы для печати. Что очень здорово. Классное устройство получилось. И теперь спокойно можно не бегать с флешкой от компьютера до 3D принтера. А можно сразу же через компьютер, через Wi-Fi перекидывать все, что необходимо. Прикольно. Вот такой интересный проект у нас получился. При помощи ESP-8266, некоторые обвязки и печатная плата мы сделали полнофункциональный сетевой диск с обычной microSD флешки. Можно, кстати, использовать и SD флешку, не обязательно microSD. И даже если вы сильно хотите, можно даже вместо microSD флешки использовать SPI флеш память. Все должно работать без каких-либо проблем. А если вы хотите повторить данный проект, то вы можете поучаствовать в розыгрыше. Победители получат одну из этих печатных плат, и вы сможете сами убедиться в качестве их изготовления. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и не пропускайте новые видео. А я вам желаю успехов, пусть ваши проекты будут классные и интересные. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok